Встретить ковчег с частичкой мощей одного из самых почитаемых христианских святых Николая Чудотворца пришли десятки православных верующих. Совершить крестный ход в честь значимого события для прихода храма святых благоверных князей Петра и Февронии в этот день не помешала ни жаркая погода, ни палящее солнце. Встреча святыни продолжилась торжественным богослужением. Николай Чудотворец родился в III веке в городке Патара, который располагался в Малой Азии и был греческой колонией. Теперь это территория современной Турции. Согласно житию, будущий святитель с детства полностью посвятил себя вере. Много времени проводил в храме. Повзрослев, он стал чтецом, а затем и священником в церкви. После смерти родителей Николай раздал всё своё наследство бедным и продолжил церковное служение. Ещё при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода. Николай Чудотворец помогал молитвой тонущим морякам на судах. Выводил из заточения в тюрьмах неправильно осуждённых. Верующие считают, что Николай Угодник помогает всем, кто обратится к нему с молитвой, особенно заключённым, сиротам и детям. Святитель Николай ещё при жизни прославился своей простотой, милосердием, чудотворениями. Так и он после своей смерти никого не оставляет. Все, кто обращается к нему, также всем помогает. Я даже всё время нашёл эту маленькую иконочку, она всегда у меня в портмоне при себе. Он мне говорит, что помогает всегда и вовсе. Николай Чудотворец помогал, сотворял чудеса и помогал людям. Прибегаем в своих молитвах к помощи святителя Николая и молим его и просим, чтобы в нашей жизни было больше любви, больше мира, больше добра. И ещё в своих молитвах просим всем, всем людям здоровья. Ковчег с частичкой мощей Николая Чудотворца будет находиться в храме святых благоверных князей Петра и Февронии до 14 августа. Поклониться святыне можно с 8 до 20 часов ежедневно. Субтитры создавал DimaTorzok